Андрей, у меня свой репортаж. Мы это где увидим на телевидении? Россия-1. Россия-1, передача? Утро России. Утро России. Отлично. Ну вот позади 6 минут и практически заканчиваем сборку. Остались рулевые соединения и вперед. Вот в этом маленьком бензомоторе мы уместили электроустановку с вот такой батареей, которая выдает в пике 35 лошадиных сил. Ну и естественно в пересчете на киловатт это примерно 25-26 киловатт. Сейчас Максим, наш главный инженер, даст интервью телевидению и погнали. Вперед! Готов поспорить. Такого транспортного средства вы еще не видели. Это первый в мире мощный быстросборный электрокатамаран. Завтра утром покатаемся на нем. Что не сделаешь для красивых кадров? Вот так вот. Типа я еду один. Ну а что, если кататься вот так вот, не спеша и не рвать, то вполне можно вдвоем. Вон оператор спокойно стоит, держит камеру. Без рывков, без всяких. Просто катаемся. Классно. Соответственно, поворачиваю. Страшно? Нет, не страшно. Больше любопытно. Ну, такую скорость среднюю развивает. Вот, интересно. Устойчивость хорошая. Ну, вот что лучше, купить за 650 вот это или все-таки автомобиль? По мне, автомобиль дает наименьшие эмоции, чем вот это вот. Ну, вот я бы тоже, если 650 отдал бы за катамаран, у меня эмоция была бы выше крыши. Я бы отдал 650 за катамаран. Вопрос транспортировки вот этого. Два сапа и рама разборная. Нет, ну его же в легковую не положатся. А почему нет? А? В багажник помещается. А, если сверху только? Нет, он спокойно залезет. Он полностью разбирается. Он полностью разбирается. А, у него рама вся разборная. Велосипед сможет? Сапы сдуваются? Сапы сдуваются. Рама разбирается. А мотор сам по себе в багажник помещается. В ходе так и появляется. Все, погнал, вкусил. Тихонечко прямо. И ты вот тихонечко, постепенно привыкаешь. Человек-эндурист. Он-то как бы как нажимать на газ знает. Я пока побоялся на скорости заходить в поворот. А это же самое интересное. Сейчас у нас еще один заезд. Так ноги когда слиешь, прям удобнее даже. Ну, конечно, уже стремена правильно. Как на лошади работаешь. Ну, что, уже получалось. Как надо. Да? Конечно. Уже такое, дугу такую красивую здесь заложил. Там правда это, я чуть на леску этих рыбаков не наехал. А, надо знать. Блин, а, рыбаки, а. Вот нормальные люди катаются на катамаране. Приличные. Никого не трогают. И главное, ее же не заметно. Они как из-под тишка вот это все делают. Мы-то открыто катаемся. Никого, как говорится, не боимся. Не стесняемся. Показываем, что мы здесь вот катаемся. А они в кустах притаились и леска у них невидимая. Вот, вот Максим, главный инженер. Такой, типа. Вот, когда вы что снимаете, снимаете. Я у Максима такие выражения лица только на детских фотографиях его видел. Во, во, во. Во, вот дугу сейчас заложат весом. Отлично, красиво. Вот прям, вот это самый кайф так. Видите, чуть-чуть вперед. Дрифт такой по воде прям. Конечно, он сложноват. Для проката он... Это просто новый пришел, и он будет... Да ладно, ты чего. Мне кажется, ребенок освоит. Есть всегда куда убавить. Да, вот если убавить, да. Детский режим ставим. Вы говорите, что вот это вот все полностью, этот катамаран 650 тысяч. Планируется продавать его полностью, как с этими дуэна сабами. Конечно, а тут по-другому нельзя. Сабы другие поставить не получится. О, профессионал, сразу видно, а ты смотри. Да ну нахрен, ну вообще. Вообще, надо объяснить, конечно, почему 650 тысяч стоит, но люди не понимают. Ну, мотор, сабы. Нет, ну люди увидели сабы и две поперечины. Аккумулятор, рама. Да, аккумулятор типа от самоката. Ну все. Во, как я могу типа. Адрюха, да. 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 А вы говорите, лодка. Да нахрен лодка, когда у вас такой катамаран. Алексей, прям с понтами, но с тем лицом, которое у тебя было, такое невозмутимое. Красавчик. 6 человек уже покаталась на этом катамаране а батарейка еще больше половины вот вжариваешь вот так вот вжариваешь она держит и это вот самая главная ее ценность она компактная в самая передовая химия самая современная сегодняшний день и делаем мы сами самый ну скажем так передовой электроникой потому что такие мощности такой запас энергии в таком компактном корпусе это вот нужно было большой опыт набрать что такое дело в таком режиме на этой батарейке маленькой можно кататься час а может быть даже полтора а если у вас руки не отсохнут то можно поставить вторую батарею и еще столько же кататься пока первое зарядится если нужно для проката для удовольствия лучше варианта нет тут еще и скиллы можно потренировать вот так вот на баланс свечечку подержать красиво руки забились если вот уметь газом управлять то можно идти на винте короче это игрушка и за 15 минут мне наиграешься тут очень много чего можно потренировать что-то алексей задумал в общем я потренировался немного но так как лёха сделать у меня особо не включилась все-таки опыт свое дело делает поэтому просто лучше смотреть на видео где он гоняет андрей на в комментариях пишут покажите того человека которые вот за шестьсот пятьдесят тысяч это купит и вот гаралично ощутил эмоции прокатился и я бы сказал однозначно я бы купил вот прям без всяких там на камеру тем не на камеру а как отличить заказного от за факт искреннего по эмоциям первую очередь по эмоции когда ты сядешь на него и поедешь и будешь нажимать эту кнопку ты поймешь что действительно ты бы потратил если у тебя есть возможность купить это ты бы это взял парня объясняю почему он стоит 650 считаем вот такой сад специально не любой стоит 28 считаем тридцатку там с доставками так далее два сапа 60 вот этот вот велосипед если убрать из китая то он обойдется в 60 то есть тут с педалями мы их снимаем так далее вот этот мотор бензиновый из которого мы делаем электро стоит тридцатник итого получается машинокомплект на 150 тысяч остальное электро батарея 200 тысяч 36 киловатт часа 72 вольта и соответственно она влагостойкая то есть с китайскими не сравнивать если нужно объясню почему она дорогая более подробно мотор-контроллер 150 и того машинокомплект без деталей переходников проводов и так далее это уже выходит 350 тысяч 350 150 это 500 тысяч и 150 это работа и прибыль прибыль нам нужна для того чтобы производить таких штук можно было не одну который каждый для себя сделал себе зарплату не заплатил а чтобы это можно было масштабировать тот кто это когда-либо делал знает что это очень маленькая маржа так что поэтому цена обоснованно